Всем привет! Вы слушаете подкаст «Дикие утки» в студии Дарья, и у нас в гостях сегодня Юлия. Да, я мечтала услышать это вживую. Да, оказывается, Юля слушает наши подкасты. А, ты же у нас гуру по смеху. Я гуру по видам смеха. Могу различить каждого. Вот посмейся, я тебе скажу, кто ты. Можно я потом. У меня нет клёвого смеха. Слушай, будь моим тренером по смеху. Окей. Кайф. Вопрос. Выбор цвета волос. Кстати, у Юлии какие-то голубоватые, синие, бирюзовые волосы. Чем обусловлен выбор цвета? Блин, слушай, это очень долгая такая история про то, как я искала свой любимый цвет, что там мама не разрешала никогда мне краситься. Говорила, что мальчикам нравятся там длинные, естественные волосы. Фигня всё это. Да, я знаю. Волосы крашеные, короткие, длинные, красные, чёрные. Вот, не знаю, вот как бы в моём опыте на синие больше всего обращают внимание и клюют. Ну, я не для этого покрасилась. Это просто как наблюдение. Подожди, я запомню это. Это просто как наблюдение. Смотри, я на самом деле красилась в очень много цветов. Там я была и синяя, и зелёная, и оранжевая, и красная, и всяких вообще цветов я была. И вот когда я покрасилась именно в этот синий-бирюзовый цвет, я прям вот ощутила, что это я. То есть я нашла себя, и для меня это комфортно. А ты не делала прическу, как у Аида в Геркулесе? Вот, я стремлюсь к этому. Мне кажется, это так клёво. Это для меня самый любимый персонаж вообще. Я к этому на самом деле стремлюсь, да. Он вообще очень классный. Хочу быть на него похожими и внешне, и внутренне. А всего лишь-то сточить зубы, господи, и серый цвет кожи сделать. Нюхаться нафталины, я не знаю. Слушай, с моим режимом питания серый цвет кожи, это вообще очень легко осуществить. Осталось покрасить волосы и сделать вот эту притчу, как будто у меня корова лизнула. И доктор Хаус потом будет говорить, здравствуйте, у вас серянка. У кого-то волчанка, а у тебя серянка. У тебя серянка, блин, мне кажется. Эх, хуторянка, серянка. Ладно, с цветом волос разобрались. Подожди, нет, не разобрались. Какой твой любимый? А, всё, мы выяснили твой любимый этот. Мой любимый, это бирюзовый, зелёненький. То есть все оттенки от голубого до зелёненького. Шторы ищу как раз такого цвета, как у тебя волосы. Слушай, хочешь расскажу секрет, чем я крашусь? Ну-ка. Зелёнка. Да ладно? Просто зелёнку разводишь в воде и... Можно разводить в воде. Или в шампуньке. Вот как бы берёшь бальзамчик, разводишь туда зелёночку, и бальзамчиком мажешь волосы. Из-за этого они не портятся вообще. То есть как бы... Лайфхак. Да, лайфхак для дам, которые хотят себе клёвый цвет, но при этом не хотят портить свои волосы. Слушай, а ты красила на свой, да? Нет, не на свой. Естественно, сначала выжигаешь их в солому. А, какой лайфхак. Делаешь из себя сток сена, вот потом это всё, собственно, синеньким бальзамчиком-то удобряешь, чтобы оно хоть как-то оживилось, а потом у тебя отрастают корни, тебе опять нужно делать солому, и всё по новой. То есть это такой прям рекурсия вот этого всего получается. Жестоко, жестоко. Жизнь жестока, когда она позволила мне родиться с коричневым цветом волос. Что? Родила бы меня, не знаю, с синим цветом волос, я была бы сейчас самый счастливый человек на свете, вот серьёзно. И всё, ты теперь будешь всегда в синем цвете? Мне кажется, да. Ну, отлично. Это же вообще прекрасно. Нашла своё место вот в этой... Нет, ну это забавно, когда дети так мимо проходят и такие... Смотри, зелёная! До сих пор реагируют, вот меня удивляет это. Ну, детки реагируют там, и какие-нибудь вот тупые подростки, быдло, которые сидят на лавочке, так, водяной пошёл. Ещё один вид смеха, так, на случай. Это что за... Это гуфи? Да, гуфи, конечно. Слушайте, я теперь потеряла свой смех в принципе, я не знаю, как я смеюсь. Ты можешь смеяться, как гуфи. Мне кажется, это очень легко. Блин. Да. Это такой выбор, слушай. Ну ладно, к смеху мы вернёмся. У нас подкаст-то про истории всё-таки весёлые. Нужно рассказывать весёлые истории. Что с тобой в жизни приключалось? И так настало время зашкварных историй. У-у-у! Да, в общем, начну историю с такого, с далека, наверное, такого, с небольшого далёка. Ага. Я из города Волгограда. Ой. Да, из города-героя, которого убили. Вот. И, значит, там у меня куча друзей, знакомых, там, и всех-всех-всех. И мы, собственно, всегда любили там отдыхать, собираться вместе. То есть у нас постоянно... У меня все истории с пьянок, вот, серьёзно. О, привет! Как и у всех, в основном, они с пьянок. Ну, естественно. Вот, значит, как-то мы собрались в компании поехать на дачу, взяли с собой пару ящичков водочки, значит. У нас там банька, дровишки, бассейнчик, всё классно. Вообще супер-пупер, я не знаю, там, водочка у нас называлась Белочка, чтобы она ещё к нам пришла на всякий случай, вот, чтобы нам ещё веселее было. В общем, сидим, отдыхаем, всё прекрасно. Попили, значит, там, попарились в банечке, всё классно. Уже сидим два ночи. Вот. Есть у меня подруга, которая была там. Вот она, вот, был тогда мой идеал вообще, вот, серьёзно. Вот, мы, значит, сидим такие скучные, мы такие, блин, ещё бы попариться. Слушай, а есть дровишки? Да нет дровишек. А, ну ладно. Сидим. Она такая, ща я пойду, короче. А все как бы пьяненькие, да? Ну, всё-таки, ну, чё она там пойдёт? Она, значит, на купальник одевает куртку такая, ставит в одну руку себе топор, в другую кладёт, значит, в кармашек себе водочку, одевает касочку, на касочке фонарика. Она говорит, всё, ребят, пока я пошла. Ну, что-то как-то не заметили, что она ушла. Потом, значит, смотрим... Да сложно такое не заметить, мне кажется. Ну, как-то мы там что-то ржали, смеялись. Вот, она, в общем, ушла. Смотрим, часа два, наверное, нету. Мы, значит, такие, так, а где, а где, а что? Начали поход собирать, значит, я там с мачете, там тоже с фонарика. И такая музычка какая-то тревожная. Бутылочка водочки, да, там тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот. Мы, значит, вот это пошли её искать. Значит, на углу её встречаем. Она стоит радостная, всё, значит, такая мокрая, куртка вот эта вот на распашечку. Она стоит радостно, улыбается, и мы говорим, ты где так долго была? Она говорит, я дрова нашла. Но мы смотрим, рядом с ней, короче, прям куча дров, вот куча. А это как бы посёлок, и лес очень далеко. То есть мы были уверены, что она не найдёт дрова и просто вернётся, выпив там чуть-чуть водочки, и вернётся назад. А мы такие, слушай, а откуда дрова? Она говорит, да я соседский туалет порубала. Что? Мы просто все стоим, что? А это какой-то там цыганский посёлок, то есть что-то вот такое. О, опасно, опасно. И, короче, она говорит, да я соседский туалет порубала. Вы сожгли дрова цыганский туалет. Мы говорим, в смысле ты соседский туалет порубала? Мы прям стоим в шоке. Она говорит, ну вон, показывает нам, мы оборачиваемся, знаешь, стоит уличный туалет, обычный уличный туалет, и он ровно напополам разрубленный. Я не знаю, как она это сделала, но он ровно напополам разрубленный. Так что одним соседям видно, что ты ходишь в туалет, а другим нет. Понимаешь? То есть, ну, как бы он был не очень логично отрубленный на самом деле, но так искусно, что, если честно, мы немножко засунули все эти дрова в печечку, быстренько попарились. Сожгли улики. Слушай, это самое неожиданное окончание истории. Я думала, ну что угодно там. Кто-то принёс, она реально до леса допёрла. Ну никак не туалет соседский порубала. Нет, мне два часа не было. Да я соседский туалет порубала, чё мне? Слушай, ну а чё, париться же хотели, да. А наутро соседи как? Ну, мы же свалили оттуда чё-то. Там же, ну, это дачи, то есть там нечасто бывают. А, то есть там никого и не было. Да, там никого и не было, и то есть не факт, что они там на следующий день приедут, может, они через две недели приедут, а уже как бы... Вот так и строит туалет на даче. Ну, это старенький такой, знаешь, уже дерево такого серо-коричневого цвета, как ты кожу хочешь. Я не хочу. Ну, ладно, блин, это сложно. Не могу сказать, что я прям очень хочу, но если бы я походила на Аида, было бы прикольно. Не надо ходить на Аида. Мне кажется, ему не понравится. Следующее? Да, можно уже следующее. То есть опять что-то будет с такой, с тусы. Ну, конечно, у меня все такие истории. На самом деле у меня очень большая куча историй вот таких вот все с тусы. Как бы вот всё всегда вот так. И всех собираю всегда я практически, и всё вот так вот происходит вот так. Значит, ситуация. У девочки день рождения, у подружки. Она собирает всех вместе на свой день рождения. Мы снимаем коттедж у какого-то военного типа, и у него там по всему дому расставлены его портреты, какие-то кони, старые шкафы какие-то винтажные там с гравировкой. Я думала, у него там пленные. Винограда, короче. Может быть, в подвале даже и был пленный. Мы, если честно, не очень-то и заглядывали. Вот, то есть всё такое прям фау-фау. А он вообще как бы рисковый тип. Не для пьянок, вот для малолетних, вот серьёзно. Ну, не особо малолетних, там, ну, что, 18-19, то есть нормально всё было. Всё чётенько. Всё-всё чётенько, все совершеннолетние, если что. Значит, мы собрались, там, пили-пили-пили-пили-пили. То, значит, когда уже все напились, она берёт такая из-под стола, достаёт абсент. И всё такие, о-о-о-о, ничего себе абсент! Это же абсент, это же незаконно! Как бы никто особо его тогда не пил, то есть всё такие, вау, так хотели попробовать, какой кайф, что ты его взяла и так далее. И все прям в таким заворожении. А мы сидели, у нас такой, знаешь, кухонный столик был, кругленький, такой диванчик по кругу идёт, а с другой стороны стульчики. Надо стоит, ставят вот так на середину. Значит, наливаем всем, значит, по абсентику. Всё-таки, ну, хотят же попробовать быстрее, каково это вообще, что это? Значит, мальчик берёт такое вот так вот, выпивает, такой резко сидит, вот так вот всех по кругу оглядывает взглядом, то есть смотрит на всех, складывает ручки в молитвенную позицию и такой прям, ребят, у меня проблема. Смс, соль, выли. И держит вот это в ручках, то, что он сделал, и смотрит на всех. И такой, ребят, у меня проблема. Мы на него смотрим и понимаем, что это просто полная жесть. У нас текут слёзы, мы ржём, а он сидит и не поймёт, что с этим делать. Что, куда? Серьёзно? Ну, потому что он сидит так, что его нужно выпустить. А мы, как бы, ну, все ржём, мы не можем его выпустить. Он сидел, наверное, минут пять с вот этими ладошками, в которой был абсентик, и до этого ещё там... Не протекало там ничего? Нет. Он очень крепко сжал. На самом момент, то, что он сначала на всех посмотрел, всех обвёл взглядом. И вы просто думаете, от кого из нас вот так тошнит? Да, не, нас вообще ничуть ли это не переняло, мы просто все ржать начали, потому что это было дико смешно, конечно, вообще. Блин, а неужели цепная реакция не пошла? Нет, не, не, не было цепной реакции вообще никакой. Мы просто ржали. Ну, вот серьёзно, мы прям дико угорели с него, серьёзно. Это ужасно. Да пипец. Чего это такое вообще? Ну, вот так вот произошло как-то. Ну, у человека была проблема. Понимаешь, вот это действительно... Его погоняла теперь проблема? Да, вот это действительно, когда у человека проблема, вот, ну, на самом деле. А я тут сижу, ною вот это вот, непонятно чем. Да, вот это толстые ляжки, второе подбородие, не проблема. Вот это проблема, то, что я сейчас рассказала. Слушай, ну, он свою проблему, как бы, в ладошках держал, мог выкинуть. А второй подбородок, ты, как бы, ну, сложно его выкинуть. Ну, можно отрезать. Ну, не знаю. Это, конечно, плачевно потом будет, но можно. Твоя любимая история с пьянки? Или это про туалет? Вот, да, это вот про туалет, как она вот это сделала. Это, конечно, самая любимая, наверное, история с пьянки. Да, мы, если честно, прямо вот в шоке были с вот этой вот историей. На самом деле, там на этой даче много чего происходило всегда. То есть, всегда очень смешно. Там у нас как-то цыганенки украли картошку. Одну? И, значит, нет, ну, в смысле, в подол насыпали и бегут от нас. А девчонки залезли на велосипед и начали в них, короче, кидать картошку, которую они собрали. Цыганенок бежал и плакал. Вот, в общем, вот такая вот история. Ну, тогда это было смешно. Мы за это им порубали туалет. Честно, я не помню, в какой последовательности это было. Возможно, и наоборот. Мне кажется, это супер месть. Они хотели отомстить, забрав там буквально пять картошин и потом еще гребли за это. Блин, можно так к соседям реально мстить. Вот они меня бесят, я приду к ним в хату, порубаю туалет. Так, а как ты это в квартире сделаешь? Ну, как-нибудь надо придумать. Сначала надо порубить дверь входную. Ну, вот и дверь им порубаю заодно. Да, действительно. Вот. Ну, еще одна есть смешная история. Прям вот классная. Вот это не про пьянку. Ого. Про любовь. Про любовь? Да. Про тебя? Про знакомые слова? Нет, знаешь, мне подружка рассказывала. Ой, у нас, да, такие истории вообще актуальны. Да ладно, это я была, все, шучу. Не подружка. Подружки мне такого не рассказывают, они другую рассказывают. Вот. Значит, встречалась я с парнем. В такой, знаешь, романтичный момент. Мы такие в машине, он такой склоняется, начинает целовать мою шею, я такая лежу, ох, ох, ох. Все вообще такое прекрасное. И тут он отслоняется, начинает делать так. Шерсть. И достает изо рта волос мой. Что? Он начинает просто кашлять, как кот, и в конце такой добавляется вот этим кашлем слово шерсть, и получается вот что-то вот такое. И достает такой волос мой у себя изо рта, и такой, и дальше начинает. А я не могу, я как начинаю ржать, и все, меня не остановить. Весь момент нарушился. Понимаешь? Он нарушился еще вот с вот этих вот звуков. Ну, вообще, да, это было очень... А и тут даже ты не скажешь, это не мое, они же синие. Нет, тогда были не синие, понимаешь? Коричневые? Ну, обычно, вот свои, да, свои все. Тогда могла бы сказать, это не мое. Да, действительно, где ты подцепил волос? Как он так... Как это так вообще вышло? Ну, не знаю, там зацепил, может, как-то волосочек там. Ну, чтобы прям как кот? Вот этот вот... Нет, ну, он просто решил как бы посмеяться над этим, вот решил вот так вот вывести, знаешь, в шутку. Он вообще такой шутник, такой, знаешь, тихий-тихий, а потом как выдаст, господи. А потом как вот эта вот шерсть и все. Да, и вот эту шерсть я вообще никогда в жизни, наверное, не забуду просто. Это вот серьезно. Это прям очень... Вы еще вместе? Нет, уже давно нет. После этого случая? Почти. Слушай, ну, жестко, жестко. Это просто... А у меня-то, видишь, да, как бы волосы тоже... Ну, такого еще не было. Или было. Просто я не знаю. Просто никто так тебе не делал по ним. Это была истинная любовь. Я представляю, знаешь, меня обнимают, а вот как бы вид сзади, там человек стоит такой... Ну, вообще, ну да, ну что, это бывает. И девочек тоже бывает, что волосы во рту. Ну, определенных девочек, у вас тут такая сидела одна. Угадай, где она сидела? А все нормально. Я же в штанах. Ладно, во что она говорила? Во что? Ну, ничего страшного. Я зубы почистила, все хорошо. Про первый поцелуй хочешь? Это другая... Ну, не про шерсть уже, да? Не, не про шерсть. Это до шерсти было. Интрига просто пипец. Первый поцелуй. Это вот... Я его никогда не забуду благодаря своей маме. Так, это мне уже интересно. Ну-ка. У меня мама очень прекрасный человек, который любит шутить над всем. И вот она такая же язвительная, как и я. И вот чувство юмора развито вот на все 150%. Значит, у меня был парень. Самый первый парень. То есть, ну, как бы первый поцелуй, первый парень, все такое. Романтика? Да, мы сидим там на лавочке. Он мне подарил розочку, значит. Мы сидим, начинаем целоваться. Естественно, это было как-то непонятно, наверное, первый раз, потому что что-то куда-то, что-то в десны, что-то у меня в губы там закусил. Тут вообще что происходит? Что, дед? Ты меня жрешь или целуешь? Я не пойму. Ты его так и сказала. Нет, я не сказала. Сережа, ёпта. Игорь. Игорь, ёпта. Это был Игорь. Ладно, опустим имена. Да нет, почему? Давайте-ка поднимем. Сережа был после. Ну ладно, не суть. Вот. И значит, ну, после этого поцелуев меня проводят до дома. Я поднимаюсь, значит, такая стою, захожу домой, вся красная. Я опоздала на пять минут. У меня дикий фейс-контроль был у мамы. То есть, ну, как бы, пять минут, всё, тебе пиздец просто прям. У нас можно материться? Да нет? Конечно. Тогда тебе пиздец, короче. Прямо, чтобы и пиздатика из города. Да вот, серьёзно. Если ты опоздал на пять минут дома. Я, значит, захожу с розочкой вся красная. Стою такая, умиляюсь, значит. Мама стоит, моет посуду. Я, привет. Она, привет. Отец сидит, играет, как бы, ну, это мой отчим. Вот. И он, как бы, немножко глухой, он меня не слышит. Вот. И я такая думаю, и хорошо, что он меня не слышит в этот момент, потому что мне не очень удобно ему это рассказывать. Мама говорит, что, целовалась? Я говорю, ну, да. Она говорит, что, понравилось? Я говорю, ну, так, нет, пока что. Не знаю, я не поняла ещё. Тут отец поворачивается. Как нет? Я когда первый раз целовался, я оторваться не мог? Тут я начинаю краснеть просто дико. Мне стыдно, потому что он это услышал. Мне как-то стрёмно, не по себе. Тут мама такая стоит, поворачивается, говорит, что, правда, не понравилось? Я говорю, нет. Она говорит, слушай, ну в следующий раз подойди к нему и скажи, Игорь, слушай, я как бы не целуюсь, я только трахаюсь. Она говорит, ну раз тебе не понравилось. В этот момент я просто в диком ржаче скатилась по стенке, естественно, меня начало еще больше трясти, потому что у меня волнение прям совсем. Я звоню своей подруге, рассказываю эту всю историю и слышу, что у нее ржут все. Я говорю, в смысле, а что такое? Она говорит, ну я в машине еду с родителями, а у меня есть трубки, слышно они? В общем, над этим посмеялись вот все. Блин. Так ты сказала так? Потом, да. Когда мне стукнуло уже больше 16. Итак, на этом мы завершаем наш подкаст. У нас в гостях была Юлия и ее замечательные истории про порубленный туалет. Это вообще моя любимая теперь. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok